Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, помилуй меня грешного. Номер 702, События дня, 2 Тимофею 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. Я сокращаю стих, потому что это заголовок файла будет, и там не вмещается. Слишком длинный, красный выбрасывает, все, и вот режешь, режешь. За 14 ноября 2017 года. Юрий Лобусевич. Игнатий Тихонович, мир вам. Очень интересное видео, наткнулся на хорошее видео. Какова ваша его оценка? Называется «Внутренние мучения грешников в гиене». Святитель Василий Кенишемский. Ну и вот интернетная заставка, как это смотреть. «Внутренние мучения». Посмотрел, от корочки до корочки. Рассуждение хорошее, все. Но я написал, почему о том, что там за гробом, описано и не раз, и все по-разному. У меня вопрос-то возникает. Сколько обмирает баптисты там, разные адвентисты, все рассказывает, как они были в этой клинической смерти, как они воскресли. Почему ни один не говорит, что они еретики? Тот, кто им является-то. Никогда, ни одному. Какой это дух? Что они не церковь. И притом разные-разные. И все видит. Вот там я шли, а там за одной дверью поют, кто такие православные. А за другой кто? Баптисты. А там кто? Свидетели башни. Ну, и везде спасаются все конфессии, динаминации. Ну, все ложь. А где же слово еретики? Они не поминают. А вот слово ересь и прикрыто. Пасторы. Нет пастор. Такого слова в Библии есть пастырь, а они не пастыри. Вот считай, печаль сатаны, Мария Карелия, Стокеру почему-то приписывает это. Он открытым текстом все говорит. Тот проигрался, говорит. Ну, у вас еще душа есть. Какая душа? Ну, душа. Вот если вы ее продаете мне, а он Лусио-то, Риммонез и есть дьявол. А что ему душа? Ничего. А сколько дадите? Он смеется. Все. И то уже поставил на кону, ему дал деньги, проиграл, вышел и застрелился. Душа в руке сатаны. В лапах у него. Почему к таким видеороликам отключены комментарии? Меня всегда интересует. Хорошие священники, комментарии отключены. Вот у него стоит, допустим, я насчитал там 30 роликов-то. К четырем только иметь доступ. Выступает и сразу запечатывается. Комментарии-то это главное. Вот у нас 8600 видеороликов, что там 670 теперь. Вот. И только к одному выставлено это. К какому? Шершней мы выжигаем. Там идут потоком матерки. Ничего нельзя было сделать. 220 тысяч просмотров. Шершней мы выжигаем. На плотине вода, зеленое растение. Ну, там ни беды, ничего нет. И шершней им жалко. И там заряди шершни. И ты увидишь во всем мире, какая борьба, как они опасны. Ну, прям потоком идут. И я попросил тут Никиту, кто и отключили. На один. На 8700 видеороликов. Какой процент? А здесь прям на каждом. Хотел бы сказать что-то. Нет. Недавно у одного священника глядел, все отключено, отключено. Мне надо там слово ему сказать. И не могу не сказать, и ничего. То есть я сказал, брякнул, дверь закрыл за собой, запечатался. А теперь в окошко выглядывает. А что он знает? Приняли, не приняли. Что боятся? Это я покажу. Вот сегодня ночью я выставил, какие ролики посмотреть. Видишь, чем народ интересуется. Вопросы задают. И вот смотрите, какие вопросы. Это я беру за день, за день. Почему отключены комментарии? Кто-нибудь знает мне? Скажите. Почему? И при том это очень-очень во многих местах. Я не знаю. У Андрея Кураева было хоть где-то отключено. Нигде. Живой журнал. Там какие-то, сейчас не знаю, поменялись условия. Там какая-то всплывает. Кто-то бы сказал ему. Такая рамка закрывает текст. Есть притча. Лука 16 глава. Есть ответы о том, что ждет праведника. Но как это можно описать? И возможно ли? Но я еще раз говорю. Рассуждение духовное. Духовная и совесть, и все поминается. Я согласен с этим. Ничего не... Ну, посмотрел. Первое Коринфянам 2.9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку. Что приготовил Бог любящим его? Галина Влеске. Новокузнецк. Мир вам, Игнатий Тихонович. Слава Богу за все. Реплика на первую смерть Михаила... Знаете, кто умер? Задорнов. Как же понимать, любезный брат, о черной занозе в мозге? Когда 1 Коринфянам 13.5 написано, не мысли зла. Я говорю, я молился о том, что Бог остановил его безумие и дал ему черную занозу в мозге. Мозгом грешит. Я смерти не просил ни одному человеку никогда. Душа моя содрогнулась. Поясните. Благодарю. И с Богом. Я отвечаю, постарайтесь не считать мой ответ. Пока снова по предложению не прослушайте все, что сказано было в этом ролике на смерть Задорного Михаила. Ужасного богохульника, насадителя язычества. Уже на смертном одре лежа. Он ищет и приглашает шамана. Так цепляется беспокаянно за свою жалкую жизнешку. Все, что пишут, дескать, он делал якобы, примиряясь с церковью, то это суть все желаемое, выдаваемое за действительное. Он был в коме. И такого соборовали. И не было ни единого кадра его покаяния. В ролике я показал, сколько святых, которые молились о смерти Ульяна Отступника, насаждавшего язычество. Но я приберу из жития святых. Они молились. И Василий Великий молился, чтобы он не вернулся с этой военной кампанией. И с неба был глаз, когда его там убили на фронте. Кто-то непонятно прорвался через охранение и ударил копьем вниз живота. Но этому мозги. Пало мерзкое животное. С неба голос услышали. Пало мерзкое животное. Был христианин, а теперь все везде высмеивал. Ну, такой же, да мало ли еще, задорные такие они бывают. Задор берет. Сколько дождь загубил этот насадитель язычества на земле русской. Я говорю о задорнове. Даже на небе молятся, чтобы отомстил им Бог. Откровение 6.10. Возопили они громким голосом, говорят, да коли, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Я же там выставил все. Его жизнь вся была стремниной лжи и греха, смехащества и кощунства. Даниила 3.44. Кто знает этот стих? Считайте. И да постыдятся все делающие рабам твоим зло. И да постыдятся со всем могуществом. И силой их да сокрушится. И Бог сокрушил его. Лежал еще, что отменяется временно там его выступление. Вы выступление посмотрите. Он выступает и все хохочет, все говорит, все смешит. Он не работал нигде. Горе смеющимся ныне. Он только горе рассеивал. Он ни одного человека в жизни не привел, чтобы человек заплакал о грехах. Хохочет сидят. Кто такие русские? Ха-ха-ха-ха. Где-то он был, ездил, денег-то хватало. И вот говорит, я православный, но по душе я язычник. То есть он по виду дает себя. И все. Он сам говорит, но я язычник. В фильме участвует везде. Он богохульник. И когда я его услышал давно, то я выступил в двух роликах. Сказал ему, ну, зарядите Задорнов на наш видеоканал. Я говорю, Господи, дай ему черную занозу в мозги. Чтобы он не безумствовал этим разумом. Нечеловеческая рука вонзила копье в Юлиана Отступника. И здесь никакие клиники Германии, Латвии, шаманы не помогли. Это было у Юлианова Отступника, засевшего в горках. А он был сумасшедший перед смертью. Да и всю жизнь такой же. Отравлявший миллионы голов, был поражен. И не мог вымолвить ни слова. Мозг его перестал слушаться. Нам не пристало быть ниже скотины. 2 Петра 2.16. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом. Остановила безумие пророка. И вот здесь Бог остановил безумие этого Задорного. Безумие. Он везде безумствовал. Я вчера посмотрел еще роликов. Ну, примерно сотню посмотрел. И везде он один и тот же. Ничего у него нет. И выступал. И сколько он нагадил. Просто гаденыш, если бы маленький был, сказал. Если человек отступает от Бога, то должен осознать свою беду и воскликнуть. Псалом 72.22. Тогда я был невежда, неразумел. Как скот был я пред тобою. Скот. Пало мерзкое животное. Следует прочесть раза два Псалом 72. Весь. Это я в леске отвечаю Галине. Вдумываясь в божественный смысл всех слов и услышать вопль миллионов погубленных насадителями безбожного язычества, желавшего уничтожить христианство. Иван Андреевич Крылов это ясно изобразил стихотворение о писателе-разбойнике. И нельзя же не видеть, что насадители не язычества, которое отец Андрей Ткачев считает самой страшной заразой и бедой для России. Как внезапно поражены вожди этой дьяволиады на земле русской. Погибает генерал Петров Константин. Погибает академик Лешов Николай внезапно. И другие пораженные внеземной энергией, как говорят последователи этих извергов. О том уже сказано многое отцом Дмитрием Смирновым и другими священнослужителями московской патриархии. А тут он покаялся, священник просит за него молиться. Ничего не поможет. Не о том говорю, чтобы молиться. У них есть законы пророки, пусть слушают. И он никуда не ушел. Даже вовсе, казалось бы, незначительная ложь погубила Ананию и Сапфиру. Здесь же годами пропагандировалась самая жуткая ложь. Мы не шахиды, не расстреливаем хурителей Христа Иисуса. Умирая раньше, грешник не натворит новых зол. И потому ему благо, что жизнью прерывается раньше срока. 8 июня Прокопий. Насильнику жены ответили, в аду почувствуешь муку. И он отдал душу демонам. Сказали, он кончился. Говорится, скопытился. 30 августа, епископ Александр, я беру из жития святых, Дмитрия Ростовского, молила смерть и Ария. Молила смерть и Ария, повторяю. Не за носу черную в мозге Арию, а чтобы умер. И смерть еретика произошла в отхожем месте, в туалете. Галина Влеска. Размышляю. Бог любит праведников, а хурителей из себя ненавидит. Не означает ли это, что человеку недосягаемы суды Божии? Его лица, не его лица. Вот это не понял, его лица, не его лица. Лица с большую букву. Непонятно. Ас, выбираю любовь к праведникам, а ненависть отдаю Богу. Видишь как. Псалом 96, 10. Прочитайте. Написано. Любящие Господа, ненавидьте зло. Не бойся. Если ты ко всем одинаково, то ты никто. Тряпка, как Златоуз говорит. Поэтому человеку и дано качество гнева. Бог. А да Иисус ни на кого не гневался. Считайте Евангелие от Марка. От Луки. Прямо говорит, когда спросил их, добро делать или зло, они молчали. Он с гневом воздрев на них. С гневом воздрел. Иисус, воплотившийся Бога человек. С гневом воздрел. А то у него гнева не было. Бог никого не наказывает. Сейчас везде эта игра идет. Никого не наказывает. Господь говорит. Накажу безумие. Считайте слово «накажу», зарядите. Это сотни раз. Убью, погублю. Кто первый мир погубил потопом? Кто сжег Содом Гаморру вместе с детьми? Но в этом любовь заключается. Это по любви. Меньше нагрешат. Правильно, как понимать? Это мой путь. Вы бы сказали, что просил у Бога черную занозу. И Бог поразил богохульника. Вот тогда бы поняла. То есть она не поняла. Язык мой мне враг. Немощным и помоги нам, святая Троица. Угаснет все. Но Христос любовь пребывает вовек. С любовью, сестра Галина, аминь. Да, конечно. Просмотрела еще раз ваш внеплановый ролик на смерть Михаила Задорнова. В ваших событиях дня. Вы, дорогой и любимый Игнатий Тихонович, правы и не пинайте кем-то убитого льва. И такие, как Михаил Задорнов и же с ними, всегда кормятся с антихристовой руки, внося раздрай в русское общество и продолжая гнать волны на шаткое духовное сознание современного русского человека. Видите как? Сразу она переменилась. На фейсбук священник, исповедовавший сатирика, просит молитву и сообщает о примирении Михаила Задорнова с Богом. Аз не буду молиться. То есть я, аз, это по-славянски. Кто следующий за Михаилом Задорновым? А там написали. Невзоров. Невзоров. Следующий вопрос, прямо под роликом. Вот это вопрос. Когда у человека страх Божий подменен на животный, и не нашлось рядом миссионера, и Дух Святой не обратил душу у грешника, жаждущего Бога, то и потрясение, и канон жизни весьма печальны. Сатирик Аркадий Райкин не богохульствовал. О, темпорае, о, морес. То есть во времена, о, нравы. И только Христос пребывает вовек. Благодарю за труды. Услышали бы правильно. Огненный вы наш наставник. И понимаю уже очень давно, как все духовное, зыбко, особенно у новичков. Аз всегда с вами. Столько лет своих христиан живьем искала. Не отдам вас никому. Почему-то в кавычке. Уцепилась лапками крепко. Спаси Христос. Наталья Вичкутова пишет. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Спасибо вам, что нашли время ответить. На все свои вопросы я ищу ответы только на вашем форуме. Считаю труды первых учителей церкви. Может, вам, конечно, не интересно, но скажу, что вместе с нами из протестантов перешли еще пять человек. Очень многие задумались, и все это плод вашего труда. Везде, кто только возможно, мы говорим о вашем сайте. Священнику храма, куда мы ходим, о вас сразу сказали. Он сказал, что смотрел ваш сайт и слушал отзывы Кураева о вас. Конечно, мы не согласны с тем, что делается в храмах, но мы не молчали. Мы сказали обо всем, и теперь можем только молиться. Среди протестантов, когда только есть возможность, говорим истину, советуем ваши проповеди. А среди православных говорим о Христе и истинном православии. Пишу вам маленький отчет, как духовному отцу. Извините, если что не так, с любовью, Наталья. Я им ответил, 3 Иоанна 1.4. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Я вас, что сказать, радуюсь за вас. Вот вы говорите, даете, там говорите знать. Вот вчера посмотрел, ваша маленькая там фотография-то. Ну, я ее увеличил. Вот. И теперь могу ее другим показать. Вот смотрите, сейчас покажу. Тем более, она увеличивается здесь, если постучать. Вот она где. Вот сидит. Видишь, какая вещь купила. Ну, у меня возможности такой нет. Сейчас потихонечку здесь спипит раз этого сниму. Потому что я тут записываю, когда у меня есть. Ну, вот смотрите, вот. Видите, я не знаю, с кем она стоит. Тоже бородка есть. Видишь, какая она юбочка у нее до полу. Вот. Вот, пожалуйста. Видите, я вас сначала скопировал себе, а потом увеличил. Молодец. Вот так. Сейчас мне надо опять все устанавливать. Вот так. Ну, и говоришь, что другим говоришь. Другим говорить это хорошо. А теперь смотрите, что я даю. Наша визитка. Вот она как выглядит. Вот кому надо, там, сами себе отпечатайте и распространяйте. Это наши вопросы во свете Библии. Православный форум. А с первой странички, на первой странице православный библейский сайт. Вот он как. Батюшка крестит. Это рядом стоит сзади Убков Сергей. Я вот посмотрю, тут кого нет. Там вот заголовок идет, руку на голове. Это Игорь Третьяков. К истине народу. www.kistine1.narod.ru Вот православный форум. Тут показано как. Наш видеоканал на Ютубе. Вот, пожалуйста. Наша страничка на Мейл.ру и так далее. И новый сайт. Это все сделала Сергей Козлов. Вот это две стороны. Первая и вторая. Ну, какие? Ну, сантиметров можно сделать, я не знаю. Просто надо взять и замерить. Так это необычно сразу. Володя, там где-то и линейка есть, ты не знаешь? Показать. Визиточку достань-ка, замерить. Давай-ка сразу скажем, сколько она. Чтобы человек делал. Давай-ка. Ну, все, нету? Сейчас я гляну. Вот сюда вот. Ну-ка, найди. Ну-ка, давай. Вот. Вот у нас линейка. Линейка. Сейчас замеряем. Визиточку-то дал мне. Замерить хотел. Визитки нету, что ли? Есть, есть. Ну, так дал быстренько. Там люди ждут, чтобы они знали, как. Некоторые, вон, как Галина в леске, они там у себя заказали, сколько надо. У нас она обошлась где-то в 33 копейки. Это, ну, это вообще-то дешево. Вот сейчас я скажу, сколько. 9 сантиметров в длину. 9. А, вот она где. Подожди-ка. 1, 2, 3. 9. Ровно 9. Ну, и ширина 4, 7. То есть 47 миллиметров. На. 47. Это надо записать, чтобы, когда кто спросит. 47. И там я сказал, сколько? 8. В длину-то. 80 миллиметров. Да? 8 с половиной. 8 с половиной. Ну, вот 85 и 47 миллиметров. Вот такая она и есть. Пожалуйста. Кому надо, я сразу скину. Вам не надо будет готовить. Готовы. Интернетная версия. 4 с половиной она. 4 с половиной? Да. Не 4 и 7, а 4 с половиной. Ну, еще переправлю, пожалуйста. 8 с половиной на 4 с половиной. Вот такого размера. Удобно подавать. Давать. Это хорошо смотрится. 4 с половиной. 4 с половиной. 2 с половиной – 4. И Arим. 3 с переверну. 4 с половиной. 4 с половиной. для которых основа в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Исайя 8, 18. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Филимону 1, 10. Прошу тебя, сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Это я Наталье отвечаю. Притча 23, 24. Торжествует Отец праведника, и родивший мудрого радуется Аню. И я вас радуюсь. Псалом 25, 1, 3. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности моей, сердце мое. Ибо милость Твоя перед моими очами, и я ходил в истине Твоей. Вот как раз к нам пришел Пятидесятник Леонтий. Я говорил уже раньше. Ну и он уже выслал 200 долларов, и выслал ему вчера 4 книги. Я вчера пошел, сразу получил, и тут же эти деньги отправил куда надо. Я в них не нуждаюсь. Ну и наказал. Дальше я скажу все. Спаси Христос. Не всегда в знак благодарности. То есть, христиане никогда не говорим спасибо. Все ваши кашляют здесь. Сколько раз говорил? Ничего не могу сделать. Ничего нету. Спасибо. Это не библейское слово. Но всегда в знак благодарности говорим так. Спаси Христос. Другим можете показать две темы на нашем сайте. В книге к истинному православию о священстве и о церкви. Вот где. На сайте. Просто найти книгу к истинному православию. Наталья Вечкутова. Сразу же. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Уже не спасибо. Иван Артюшкин пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, у вас на канале Ютуб видео собрания о больных, задорных детях, торжествах, разные выступающие за 12 ноября 2017 года. Там в комментарии прописан номер телефона, на который можно перевести помощь для Анастасии Дробот. Подтвердите, пожалуйста, что это тот номер, а не обман. Спаси Христос. Вот утром встал, я встаю в три часа. Там несколько минут еще. А все вместе 4.40. И в это время уже почта. Я отвечаю, да, действительно так. Это номер нашей сестры, через которую идет помощь. Галина Загуляева. Это ее телефон. Вы можете позвонить ей, проверить, спросить, как зовут ее сына. Звать же его Тарасей. Проверьте сами для спокойствия. Рустам пишет. Душу сбитую утратами да тратами, душу стертую перекатами. Если до крови лоскуты стончал, а золотая золотыми я заплатами. И он пишет, чтобы счастье Господь замещал. А у дедушки-то заплаты не простые, а золотые. Ну и тут шесть воскресательных. У дедушки-то заплаты не простые, а золотые. Под каждой заплатой миллион. Мир дома вашего, Александр Марьянцев. Игнат Тихонович, много раз уже так было. Вы приведете в пример какой-нибудь стих, напоминание библейского сюжета. А я только накануне его прочитывал или прослушал перед этим. Вот о Суламите напомнили. А я вчера песни Песней Соломона пересчитывал. Благодарю Господа Бога, Спасителя нашего, за то, что Он послал мне вас на моем пути духовного становления. Спаси Христос. Макагонов Андрей. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я смотрю ваш канал на Ютубе. Недавно друзья добавили меня в свою группу в WhatsApp. Там они обмениваются смешными видео, картинками и так далее. Я написал там, что Бог умер за нас, за наши грехи и принес себя в жертву, добровольно распялся на кресте, ни за что. Тем самым искупил нас и привел место Писания, Яна 3.16. Некоторые решили, что меня накрыла Шиза. Правильно ли я понимаю о Боге? И правильно ли я сделал, что написал туда? Ведь там речь-то о Боге и не идет. Спасибо. Я отвечаю. Умер не Бог, а Бога-человек Иисус Христоса, а воплотившийся от пресно Девы Марии Сын Христос. Ну и дальше привожу места Писания. 2 Тимофея 4.2. Проповедуй слово, настой во время, не во время, облещай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, то есть смешили, судили, и от истины отвратят слух, а обратятся к басням. Вот эти задорные. Но ты будь обдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. 1 Финстанитисам 5.14. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 2 Тимофея 2.25. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? 2 Тимофея 2.5. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежи том, но пусть знают, что был пророк среди них. 2 Тимофея 2.7. И говорим слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. 3 Тимофея 3.11. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут, а ты говори. Ну, видите как. Так что, Андрей, правильно вы сделали? Ну, и дали показать наши ресурсы. Ну, это в первую очередь мой мир, я очень люблю его. Сюда уже все это перекачали на сегодняшний день. Вот сколько, 10 роликов поставил. Они уже все здесь. Перекачиваясь с Ютуба. Ну, а раз все здесь, это вот эти, которые были поставлены, то можно его убрать. Далее, форум, 1600 тем. И далее, видеоканал «Во свете Библии». Ну, поставил я тут его. Сейчас глянем, что тут идет. Как? Ну, немного. 39 за день сейчас. 39 просмотров. 37. Закрыть виноград от холода. Закрывай. 76. Непонятно. Что-то понравилось им. Ну, и «Во свете Библии». Большой библейский сайт. Вот здесь вопросы, ответы, книги. Все здесь есть. Вот. Пока говорили. Вот. И это наши ресурсы показал. Кто-то зашел. Малыш Роман. Вот. Я сразу открываю. Роман тут, наверное, частное что-то. Что он пишет тут? А, какой-то ролик поставил. Что скрывает от нас боли? Там, ну, что-то скрывают. Потом посмотреть. Вот кто-то. А, 12. Понятно, 12. Что я сказал? Вы скажите, кто вы? Из них Богу принадлежит. Ему одному ведом. Слава Иисусу Христу! Вот. Ну, в прошлом сканеров не было. Я говорю, ты поставь свою. Горящие кусты вполне с людьми разговаривали при встрече. Так что интернет ничего принципиально нового не принес. Впрочем, свои персоналия я вам раскрыл. Так как в информационном пространстве вполне громко расписался. То есть, остается 12. Ну, что это? Фамилия, имя. Это я узнаю. Я знаю из-за чего. Это, как правило, или отсидели срок от подельников прячется. Или еще что-то. То есть, глупость, ложь. А раз ложь, то разговаривают мне, в общем, 12. Что это такое? Что это фамилия, имя? Ничего нет. Ну, я просто хочу сказать, что это не годится. Вот смотрите, сколько у меня друзей показываю. Ну, который не может поставить, это другое. Ну, все-таки у меня друзья 4 328. И вот здесь показано, вот он, друзья. Вот они, все фотографии. Пожалуйста. Заходят люди. Это 4 тысячи. И, ну, смотрю, некоторые, правда, вот есть вот тут Никодим, какой-то, ну, еще-то, не лисо. Это не надо так делать. Вот стоят как, вот он Владимир, борода, его видно. Кто сегодня приходил? Александр Марьясов. Я смотрю всех. Кого вижу? Вот посмотреть всех. Вот видно. Рустам Гусенов, Александр Марьясов, Галина Влеська. Ну, вот они по порядку идут. А вот думщиков. Почему это за восход заря? Почему не поставить фотографию? Под разными предлогами, то есть умничают. А тут картинка, вот бьются щелубей. Вот тоже. А это куда-то отвернулся глаза. Вот так надо. Вот Юрий Соболев сидит, смотрит. Все понятно. Это тоже профиль. И не в темных очках. Вот, чтобы было видно. С кем разговаривать-то? Вот Владимир, это сегодня какие друзья были, пришли. Валерий Смирнов, очки светлые у него. Видите, как с бородой. Стердар отошел. Глаза смотрит прямо Зульфия. Пожалуйста. Тут опять картинка. Отдел ЖКХ, поселение. Ну, этот, за ребенка спрятался Сергей Сладких. Этот далеко не видно. Это не надо. Вот, пожалуйста. Это Алексей Евстифеев смотрит. Глаза видать. Тут батюшка Хейлпутов. Вот особенно Юлия Третьякова одета. В нем лосинки не видно. Как есть. Вот просто посмотреть. Светозаров в галстуке масон, что ли, бритый. Александр Придвижкин. Вот как взгляд такой смотрит. Евгений Давыдкин. Вот здесь Антон. Тоже в глаза смотрит и видно, кто такой. Юрий Раевский. Какой благородный вид. А рубашка расстегнутая. Это знак масонства. Вот одета. Валентина Сартисон. И крестик, и все у нее здесь. Вот. Очень хорошая Екатерина Тинникова. Крупным планом. Ну, куда-то глаза отвела. Надо смотреть сюда. Вот, пожалуйста, Владимир Лебедев. Батюшка Святослав Гусев. Я просто показать, как. Думать может быть и так. Николай Дробот. А это непонятно. Два фотокарточки слепил. Это вообще кольцо. Тут еще что-то. Ну, с кем? Марина Комичуни. Ну, может, свою фото поставить. Нету. Это уже глаза отвел. Это на паспорт так же не будешь фотографироваться. Вот. Никита Колесников. Нормально. Красиво. Ну, вот я показал только, которые друзья посетили. И отсюда берите для себя, что полезно. Все на этом пока. На сегодня. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.